Всем привет! Тема сегодняшней нашей тренировки – отрицание с глаголом to be. Тема эта легкая, ничего сложного в ней нет, нам нужно просто потренироваться. Что будет на этой тренировке? 10 слов, 3 тренировки, 3 упражнения, и вы научитесь составлять рассказ из 4 связанных между собой предложений. Наши тренировки устные. Мы тренируемся именно говорить по-английски. Обучение строится от простого к сложному. Постепенно мы наращиваем уровень грамматики, постепенно расширяем словарный запас. Если вы почувствуете, что вам некомфортно, вы не успеваете, эти слова вам совершенно незнакомы, и вы неуверенно чувствуете себя в утвердительных предложениях с глаголом to be. Посмотрите предыдущее видео, начните с него. Ссылочка будет в описании. Позанимайтесь сначала по нему, а потом возвращайтесь сюда. Говорите громко, четко и вслух. Именно такие устные тренировки позволят вам разговориться по-английски и чувствуют себя более уверенно. Если вы не успеваете, ничего страшного. Просто ставьте видео на паузу, говорите в своем комфортном для вас темпе, и дальше продолжайте смотреть видео и тренироваться. Итак, первое, что нам нужно сделать, это выучить слова. Повторяйте за мной. Ручка. Пен. Пен. Сумка. Бэг. Бэг. Книга. Бук. Бук. Чашка. Кап. Кап. Стол. Тейбл. Тейбл. Зелёный. Грин. Красный. Ред. Синий. Блэу. Блэу. Коричневый. Браун. Браун. Жёлтый. Ёллоу. Ёллоу. Первая тренировка. Мы научимся говорить отрицательные предложения с существительными. Сейчас я расскажу, что это такое. Например, у нас есть книга. Мы говорим. It is a book. Это книга. Мы можем сказать. Это не книга. It is not a book. Для того, чтобы сказать. Это не книга. Нам нужно просто поставить слово not между словами is и a. Yeah. It is not a book. It is a cup. Это чашка. It is not a cup. It is not a cup. Это не чашка. Вот и всё. Так просто. Понять это правило очень легко. Но говорить по-английски – это не значит выучить слова и понять правила. Для того, чтобы заговорить, нужно отрабатывать эти правила устно. Не на бумажке, не раскрывать скобочек, а устно прорабатывать, проговаривать предложения, используя эти правила на практике. Именно так вы сможете заговорить. И вы убедитесь в этом сами, потому что прямо сейчас мы будем разговаривать. В чём суть упражнения? Вы видите картинку, на ней ручка. Я говорю. Это стол. It is a table. А вы должны сказать. Это не стол. Это ручка. It is not a table. It is a pen. Наша задача – узнав небольшой кусочек грамматики, сразу его применять, выводить в речь, составлять с ним предложения. Тогда вы сможете говорить уверенно и без ошибок. Ещё один момент. Мы с вами стараемся работать без перевода. Почему? Потому что на перевод тратится очень много времени. Когда вы говорите, у нас нет времени, чтобы переводить в голове с русского на английский. Если вы только начинаете изучать английский язык, вы будете переводить. Это нормально. Все сначала переводят. Просто потому, что ваш мозг привык формулировать ваши мысли по-русски. Это для него привычно, и поэтому он ищет лёгкие пути. Но когда вы потренируетесь, для него станет проще сформулировать мысль сразу по-английски. И тогда вы перестанете переводить. Это просто дело времени и тренировки. Для того, чтобы перестать думать по-русски и начать думать по-английски, ничего делать специально не нужно. Нужно просто больше тренироваться. И желательно, чтобы эти тренировки были именно без перевода. Чтобы тренировка заключалась не в том, что вы переводите с русского на английский. А правильная тренировка должна заключаться в том, что вы учитесь формулировать свои мысли по-английски. Для этого мы как раз-таки используем картинки, чтобы у вас были какие-то зрительные образы. И как раз вот эти мысли, которые возникают у вас в связи с этими образами, вы и формулируете по-английски. Вот таким образом тренируясь, вы перестанете думать по-русски и начнёте думать по-английски и быстро формулировать мысли на английском языке. Я, в принципе, не против переводов. Иногда будут такие упражнения, когда мы будем переводить, но в основном мы будем тренироваться без перевода, работать по картинкам, чтобы русский язык нас не отвлекал, не мешал нам учиться общаться по-английски. Ещё раз. Я говорю какое-то утверждение. Вы говорите, что я не права. И называйте предмет правильно. Начинаем. It is a pen. It is not a pen. It is a bag. It is a cup. It is not a cup. It is a book. It is a table. It is not a table. It is a pen. It is a book. It is not a book. It is a cup. It is a bag. It is not a bag. It is a table. It is a book. It is not a book. It is a book. It is a book. It is a book. It is not a book. It is a table. It is a bag. It is not a bag. It is a book. Отлично поработали. Я уверена, что у вас здорово получается. Следующая наша тренировка – это отрицание с прилагательными. Давайте посмотрим, что же это такое. Например, у нас есть сумка. Сумка зеленая. Как сказать сумка не зеленая? The bag is not green. Тоже просто ставим слово not перед словом зеленая. The bag is not green. The table is blue. The table is blue. Стол синий. The table is not blue. The table is not blue. Стол не синий. Вот и все, ничего сложного. Осталось закрепить это в речи. Так же, как в прошлый раз, я буду говорить что-то неправильное, а вы меня будете поправлять и говорить правильный вариант. Например, The book is green. А вы мне скажете The book is not green. The book is yellow. Погнали! The book is not yellow. The book is blue. The book is blue. The table is not blue. The table is yellow. The book is red. The book is not red. The book is green. The pen is brown. The pen is not brown. The pen is red. The bag is blue. The book is blue. The bag is not blue. The bag is brown. The table is green. The table is not green. The table is blue. The cup is brown. The cup is not brown. The cup is yellow. Элик. Просто отлично. Ааа. Я уверена, что у вас получается. Ааа. Если нет, просто приходите снова завтра. Включайте это видео и тренируйтесь ещё раз. Аааа. Конечно, если для вас эти конструкции не знакомы, то мозги будут кипеть. Это нормально. Наоборот. Это даже хорошо. Ваш мозг активизируется и начинает работать быстрее и лучше. Последнее упражнение – это рассказ из четырех предложений. Вы сами сейчас будете говорить четыре предложения по картинке. Когда мы только начинаем говорить по-английски, то часто мы просто не знаем, что сказать. Поэтому на начальных этапах обучения я даю образец. Образец рассказа. Что конкретно нужно сказать? Тогда вам становится все понятно, потому что просто нужно составить такой же рассказ по образцу. О чем будем разговаривать? Я буду говорить по картинке, опять же, что-то неправильное. Например, вот по этой картинке я могла бы сказать It is a brown table. А вы должны меня поправить и сказать И дальше сказать, что это Не забываем про артикли. В третьем предложении у нас будет артикль «э» неопределенный, а в четвертом предложении определенный артикль «э». Вот такой у нас с вами рассказ получится сегодня. То есть на основании картинки вы сможете уже составить свой небольшой рассказ. Начинаем. Получилось? Идем дальше. It is a yellow pen. It is not a pen. It is not yellow. It is a book. The book is red. It is a green table. It is not a table. It is not green. It is a bag. The bag is blue. It is a brown bag. It is not a bag. It is not brown. It is a pen. The pen is yellow. It is a red book. It is not a book. It is not red. It is a table. The table is green. It is not green. Okay. Good job. Отлично поработали. Я надеюсь, что эта тренировка была для вас полезной. Напишите, пожалуйста, в комментариях, получается ли у вас говорить. Презентацию к этому уроку вы также найдете по ссылке в описании этого видео. И на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!